Добрый день, дорогие друзья! Мы поговорим сегодня о произведении Чайковского для Вилончели с оркестром, вариации на тему рок-ко-ко, оп. 33. Я не буду вдаваться в историю создания, просто хочу сказать, что первое исполнение этой редакции, редакции Фитцингагена, которую я и буду представлять сейчас, состоялось в 1877 году. В исполнении самого Фитцингагена дирижировал Рубинштейн. И должен сказать, почему эта редакция, хотя существует редакция Чайковского. Чайковский сам одобрил ту редакцию, которую предложил Фитцингаген ему. И с тех пор она является самой популярной в исполнении этого произведения, хотя многие и отдают предпочтение вариации редакции Чайковского самого. Приступлю сразу к исполнению сольной партии. Дело в том, что одна из главных идей, которые я хотел бы донести, это то, что музыка, как таковая, она, понятно, бывает тогда, когда музыкант разговаривает или играет фразами, не отдельными нотами, так же, как мы используем отдельные буквы, отдельные слова, но обязательно складываем их во фразы. Вот этого, к сожалению, часто не происходит в музыке. Мы учим отдельные ноты, отдельные трудные места, хорошо или нехорошо получившиеся ноты, и забываем о том, что это лишь средство выразить фразу. Должен сказать, что даже и на фразировке музыкального произведения не заканчивается та идея, которая делает музыку божественным из искусств. Рококо. Вариации. Начинается с темы. Какая наиболее распространенная ошибка? Обычно очень удобно сразу же обозначать, то есть, я бы сказал, садиться на сильной доле такта. Вот это очень распространенная ошибка, которая здесь тоже очень бывает популярна. Вот таким образом играть не надо. Вот что я сделал? Я на ре сел. Вот это совершенно такая детская игра, которая не будет выразительной. Хотя я все ноты сыграл правильные. Как правильно сыграть? Довести до этой ноты. Вот тогда эта фраза. Тогда это понятно. Дальше вторая фраза. Вы заметили, что первая фраза из довольно отрывистых ноток состоит. И в дальнейшем во всем произведении будет разделение на, так условно говоря, виртуозные вариации и протяжные, кантиленные. Так вот, вторая фраза темы как раз и будет показывать протяжные лирические вариации. Вот первая игривая. Вторая фраза. Вторая фраза. И опять первая. Вторая. Я это говорю достаточно условно. Играю в замедленном темпе, чтобы было понятно. Просто, чтобы было понятно. Вот такие два элемента. Игривый и протяжный. Вот это в теме хотелось бы подчеркнуть. Дальше. Вот заканчивается первая половина темы. В каком нюансе продолжать? В том нюансе, в котором вы закончили первую половину. И форда. Вот обычная ошибка. Выделяют эту ноту до диез самую высокую. Я не против, чтобы эту ноту показать особенно красивой. Потому что она является так называемой мелодической кульминацией фразы. Но на самом деле, фраза приходится гораздо... Конец фразы приходится гораздо позже. Вот куда. Вот куда. Повторение этого второго раздела темы может быть пиано. Даже вот немножко, знаете, пококетничать с глиссанда. Я специально подчеркиваю медленно, что я имею в виду. Опять я прихожу не к до диезу, а к ми. Извините, к фа диезу, конечно, приложу. Вот мы рассказали о теме. Всего несколько фраз, зато это рассказ. А не отдельные трудности отдельных нот. Дальше. Переходим к первой вариации. Опять же, что в первую очередь я рекомендую, на что обратить внимание. Как строится фраза? Обычная ошибка. Что делают до си диез? Играют особенно ярко, и потом все остальное. Фраза строится иначе. Да, си диез – это первая нота, но фраза вся идет от си диеза к верхнему до диезу. Вот понятно, куда я пришел, откуда я пошел и куда я пришел. Вот после до диеза. Вот я сюда пришел. Тот, кто знает это произведение, знает, что там будет такая же фраза дальше. Так вот, обратите внимание, я здесь пришел на первое ми-би-кар. Второй раз я буду делать иначе. И вот первая вариация. Очень трудная на самом деле вариация. В чем трудность? Помимо технических трудностей, вот этого орнамента, в который запрятана ткань темы, здесь еще существует тоже фразировочная задача. Какая? Естественно, тема спрятана в орнамент. Смотрите. И вот я что делаю? Я обозначаю тему сначала. Смотрите, первые ноты, первую, первую. А потом нет! Это даже не я, это Чайковский так делает. Смотрите. А здесь нет. Все думают, что будет акцент на ноль. Нет. Вот что он делает. Он оттягивает эту нотку. А здесь нет. Первую. А здесь нет. А здесь нет. Здесь первую опять. А здесь нет. И вот тогда вы разговариваете. Вас интересно слушать. Смотрите, он сделал первую, первую, первую. Нет. Первую, первую. Нет. Это даже, я еще раз подчеркиваю, это не я сделал, просто я прочитал композитора Чайковского. Должен сразу же оговориться, что вот это мои пожелания задуматься о том, как читать произведение. Возможно, кто-нибудь будет иначе это интерпретировать. И это очень интересно. Но один из вариантов я бы хотел вот сегодня представить. Дальше опять о том, о чем я говорил ранее. Что будет такая же фраза с си диеза. Вот начинается. И дальше, что я буду делать дальше? Я не к ми прихожу. Я делаю крещендо на втором ми. В первом случае я садился на первое ми. А здесь я сажусь на втором и развиваю ее, чтобы перейти к блестящей второй вариации. Очень интересная вариация. Вот, значит, я делаю крещендо. Я здесь дразню оркестр. Первые скрипки. Вот я сыграл, а они должны меня скопировать. Тарарарам, тарарарам, пассаж. Начинаю с пиано. И иду на форте. Нормально. Опять. И оркестр повторяет мою динамику. Это очень интересное такое соревнование. И вот неожиданно я им предлагаю пиано. Дальше пассаж. Блеснуть, как молния. Блеснуть, как молния. И остаться форте. И вот здесь, как бы, небольшое, небольшое, ну, не знаю, хулиганство или, может быть, шутка. Начинаю форте. И ухожу на пиано. И ухожу на пиано. И остаюсь пиано. И они тоже. А тут форты опять. И заканчиваю. Вот такая, знаете, расцветить вот эту вариацию игрой, соревнованиям с оркестром. Может быть, это как идея вам пригодится. Дальше. Интересная, очень сольная фраза. Есть, где разгуляться, есть, где фантазии солиста. Но должен сразу предостеречь. Вы знаете, фантазия не должна быть вульгарной. Вот, допустим, вот такая фантазия свободная, как вот сейчас покажу, не нужна. Вот какое-то дергание. Ненавижу, когда выразительность делают за счет ритма или темпа. Ненавижу. Это сразу говорит о том, что у человека, у исполнителя нет других ресурсов, как начать разрывать вот эту написанную композитором ритмическую структуру. А что предложить взамен? Как сыграть выразительно? Обратитесь к звуковысотности, то есть интонированию. Вот проникнитесь красотой интонации, что, собственно, и является музыкой. Выше, ниже, выше, ниже. И все, это же так примитивно, но как прекрасно. Обратите внимание. Вот я постарался сыграть достаточно строго в темпе. Но от этого не проиграла музыка, потому что я постарался, ну, насколько это удалось, конечно, проинтонировать то, чего и добивался композитор. Ведь музыка красивая и некрасивая, она не зависит от того, на каком инструменте играть, какого тембра. Она как раз в основном зависит от звуковысотности, сочетания вот этих звуков, выше и ниже. И вот это самое интонирование, это самое выразительное средство в музыке. Дальше. До-мажорная вариация. То же с самого начала покажу вам, какую ошибку делают сначала. Разрывают первую фразу надвое. Посмотрите. Вот сейчас буду неправильно играть. Вот я сюда пришел. Это неправильно, а? Как правильно? Я хотя и до сыграю, достаточно буду стараться красиво сыграть, но фразу не закончу на нем. Вот я показал, что ля для меня главная нота. Вот тут я как раз и понятно рассказываю. Должен сказать, что яркая игра солиста – это не когда ты играешь громко или тихо. Это тогда, когда ты играешь понятно, откуда, куда ты идешь, что ты делаешь. Вот тогда это доставляет удовольствие. И вот в данном случае я должен показать, к какой ноте я иду. Кля. Дальше. Следующая фраза. Чуть можно начать за Тайони. Вот фраза первая. Вторая фраза больше. И самая яркая. И самая яркая. Вот до этого фа довести. Там есть много соблазнов остановиться. Можно сыграть красивый там и ля бемоль, и фа должно быть самой главной. То есть, вы понимаете, если так обратиться к визуальной истории, то в городе или в деревне ничего из домов нельзя было строить выше, чем церковь. И вот здесь нельзя никогда останавливаться на той ноте, которая вам кажется самой красивой, но не является кульминацией. А как понять, где кульминация, где главная нота? Вот для этого композиторы писали гармонию. И вот там, где гармония меняется, эта нота и есть главная. И в данном случае фа. Вот. Дальше. Дальше продолжается следующий нот. Тоже будет развитие, развитие несколькими фразами, кульминации. Я быстро просто играю. Больше сейчас. И вот главная фраза. Вот здесь слом происходит. И дальше. И дальше. Вот это гениальное место. Вы понимаете, переходит опять к репризе этой вариации. Когда тема должна прорезаться вот таким, знаете, полетом жаворонка под небом. Вот плывущие облака, которые рисуются деревянными духовыми оркестрами. Триольные. И вот вы напоминаете об этой скользящей мелодии. А перейти к ней нужно вот это. Чтобы все заждались. И вот подарил. И продолжаешь. А там в оркестре облака плывут. И выходишь на первый план. Неожиданно. Заметили фразу-то целую сыграл. И третье. И этот спуск должен быть органично от челеранда. Не дергать, а органично. Вот до этого фа надо было довести фразу. И дальше этот жаворонок улетает в поднебесе. Трель. Вот тоже технический элемент. Называется трель. Играй трель. Как ее играть? Трель. Не надо ее обозначать, что это технический элемент трель. Это две одноправные красивые ноты. Еще бывает, знаете, такой, посредством вибрации трель. Это просто какая-то непрофессиональная совершенно позиция. А вот две красивые ноты. Это да. Вот здесь это трудное место, эти флажолеты. Должен сразу вам сказать, что надо их учить не флажолетами, а плотно прижимать палец. Тогда у вас будет чистая интонация во флажолетах. Обычно в этом месте за исполнением солиста самым строгим образом следит концертмейстер вторых скрипок оркестра. Не знаю почему. У меня на моем опыте всегда самый большой критик солистов – это концертмейстер вторых скрипок. И я всегда, вы знаете, к этому относился очень внимательно и уважительно. Но почему-то всегда вот они и в штрихе, и вот в интонации – это всегда были вот концертмейстер вторых скрипок. Так вот, чтобы не дать повод насмехаться над собой, учите флажолеты плотно, точно попадая в ноту. Они в районе, скажем, видите, и здесь, и там чисто, но нужно точно взять ту ноту, то место, в котором будет чистая интонация, прижать ее пальчиком. Потом еще должен сказать, что если вы будете играть с оркестром, лучше всего помочь дирижеры. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Выход из стрели. Считайте, обычно или на три здесь дирижер делает. Раз, два, три. Или на шесть. Раз, два, три. И вот на шесть. И выход из стрели должен быть тоже понятен. Три, четыре, пять, шесть. Здесь, к сожалению, всегда приходится пальчики вытирать. Дальше шикарная четвертая вариация. Почему я отдельно даже восхищаюсь этой вариацией? Потому что это единственная вариация, которая является ритмической. Обычно же мы всю и тему, и все вариации начинаем из-за такта. А здесь вариация начинается с сильной доли. Обязательно, обязательно показать именно то, что это ритмический вариант этой темы. Они. Вот я сейчас опять сделаю как тему из-за такта. Нет. Первая сильная доля такта является главной. И опять фраза. Вот опасное место. Вот флажелет. Я его могу взять выше или ниже. Это все равно будет ля. Но до диез будет нечисто. Поэтому я предлагаю обязательно зажать ее. Опять фраза. И вот вы пришли сюда. Насторожился уже скрипач. Второй скрипок. Что там будет дальше в пассаже? Очень важно фа диез сыграть здесь. Очень важно сыграть фа диез нотку правильно. И потом еще есть здесь трудность, которую обычно у меня спрашивают. А как вот здесь? Вот знаете, пришел наверх, и смычок не прыгает. Что делать-то? Как быть? Здесь дело не в смычке. Дело в том, что вы не слушаете звучание. А звучание этих нот должно быть одинаковым. Когда не получается, звучание получается такое. Медленно показываю. То есть вниз смычком хорошо, а вверх вообще нету. И вот получается, вот он не прыгает. Сделайте так, чтобы и вниз, и вверх были одинаковые нотки по звучанию. Еще одна трудность. Как сделать это галисандр, чтобы точно попасть на эту нотку ми вниз? Там есть обязательно нотки, так называемые станции. Вот в данном случае это соль диез и до бикар. Нужно приблизительно, хотя бы приблизительно, лучше точно попасть в эти нотки. Соль диез. И тогда вы точно придете к ми. Дальше будет второй пассаж. Я специально не буду говорить. Кто интересуется, посмотрит, какие нотки там являются станциями. И опять фраза. Одна фраза. Вторая. И сюда прийти. Здесь ре диез будет. Ой. Вот опять. Второй скрипач слушал вас внимательно. И если вы точно прижали, вы попадете на эти ноты. Иначе это очень трудное место. Вот тоже место. Даю на откуп вашему фантазии и таланту. Вот повторяющаяся фигура. Вот такая музыка. Что в ней интересного? Ее надо сделать интересной. То есть заложить в нее какую-то мысль. Я как вариант говорю. Вот допустим, вы дошли до сюда. Сыграли пиано. Как бы насторожившись. Дальше, увидя путь, пошли по нему. И утвердились в нем. Последний раз. Здесь уже флейта начинает играть дальше мелодию. И я рекомендую вам следовать. Вот флейта играет тему. Вот это первое. Рекомендую маленькие центики делать, чтобы поддержать настроение этой игры флейты. Если кто заметил, я играет трели эти разными пальцами. В детстве, когда я был молодой и глупый очень, я хотел стать виртуозом. И поэтому развивал где только можно технику пальцев. Можно играть так. Одними теми. Но я играл разным. Это можно по-разному. Просто небольшое лирическое отступление. Техническое отступление. Дальше обязательно гогика. Не. Не так. А. Опора на до диэс. Дальше идет каденция. Перед каденцией играется проигрыш оркестра. Не спешите наступать на горло песни. Не надо торопиться прерывать игру оркестра. Вот они сыграли. И дальше в тишине ваше слово, товарищ Маузер. Опять ложная выразительность выглядит так. Непонятно, то ли это виртуозно, то ли не получилось место. Если вы не интонируете, это всегда у вас не получится. Надо интонировать в медленном или быстром темпе. В данном случае медленный на первом. А вот здесь ответ в быстром, но опять интонированный. Чтобы было слышно эти нотки. Дальше темп. Как вариант. Как вариант. Когда я вам говорю темп дальше, вы идете в темпе. И неожиданно. Засомневались. И потом. Вот опять не давайте пищу второму скрипачу. Это очень трудное место. Рекомендую вот такими пальцами. Чтобы это ми прозвучало. Ну и дальше такая же тема. Дальше проигрыш оркестра идет. И опять призываю вас обратить внимание на красоту интонации. Звуковысотности. Видите, какая она изломанная. Она очень нарядная, эта мелодия. Хотя излом, вряд ли можно, знаете, сказать, что это нарядно. Но это выразительно, безусловно. Здесь решительно. И опять лучше интонировать, чем бросаться в темповое какое-то разнообразие. Какое-то темповое. Вот влететь в этот аккорд. Вот это место, понимаете, многие говорят, ой, как вы это вот играете, этот рикошет. Это не самое большое счастье в жизни играть этот рикошет. Если он даже не очень хорошо получается, ничего страшного. Это эффект просто. Но для того, чтобы просто он был более слышен, дайте смычку попрыгать. Дайте ему попрыгать. Я еще чуть-чуть поддергиваю, чтобы был ясен результат. Всегда старайтесь, чтобы был во всем какой-то результат. В самом конце смычка. Опять интонирую. Обязательно в аккорде, чтобы прозвучала верхняя нотка. Могу сыграть форте, или могу обмануть и сыграть пиано. Вот смотрите. Обещаю форте. А сыграл пиано. Можно так. Это вот на ваше усмотрение. Но это интересно. А сыграл пиано. А сыграл пиано. А сыграл пиано. Вот здесь важно создать атмосферу. Атмосферу, чтобы или в зале, или кто-то кого слушает, ему не захотелось бы шуршать шоколадкой, разговаривать о чем-нибудь. Вот если бы эту атмосферу создали, получится и следующая вариация. Да, значит, первая фраза, гениальная вариация. Это в дуэте с кларнетом, это просто удивительно, понимаете, у абонементодержателей старше 13 лет должны слезы на глазах выступать. В чем ее гениальность? Я не смогу вам ответить на простое, она просто гениальная. Но вы должны довериться здесь гениальности Чайковского и сыграть ее просто. Вот это первая фраза. Обычная ошибка. Вот вам три вершины во фразе. Вы можете себе представить в одном государстве три короля. Это никогда не будет стабильное мирное государство. Никогда. Один король. Значит, во фразе должна быть только одна кульминация. Вот она где. Вторая фраза. Фа, а не ре вот эта, не верхняя. Да, ее можно красиво сыграть, конечно. Но довести до фа. Фа, а не ре вот эта, не ре вот эта, не ре вот эта. Не до главная нота, а дальше. Хотя вот до, это, знаете, такая горчинка и такая пронзительная нота. Но заканчивается фраза не на ней. Она заканчивается дальше. И вот вы должны эту до сыграть красиво, но не на ней не остановиться. Вот где, вот где будет гармония. На ре, но не на фа. И вот это тоже движение, такое, челеранда, я играл, старался играть органично. Оно не дергать его, выдавая это за какую-то специфическую выразительность. Вот, да, и дальше. Ну, там идем взаимодействие с оркестром. Опять. Слажелеты прижимать. Бэмс. Дальше финальная вариация. Очень важно, чтобы дирижер и оркестр взяли правильный темп. Вот это начало. Вот, чтобы это не было какого-то разброса, в который вы потом, как в океан, в лобот с головой бросаетесь, даете свой темп. Очень важно, чтобы было точно. Вот, у веначальщика с контрабасом. И дальше идет финальная вариация. Вы знаете, есть несколько образов. Вы знаете, мне запомнились несколько образов, которые рисуют в этой вариации. Один из них совершенно такой смешной. Это, представляешь, говорит, что это в подвале большевики печатают искру. И вот они искру говорят. Ну, это просто смешно. Я просто запомнил вам чуть-чуть так отступление такое сделать. Но на самом деле эта вариация не столь быстрая, сколь стремительная. Вот стремительность как раз здесь достигается тем, что употребляется двойной штрих. Ведь простая здесь мелодия. А из-за того, что двойной штрих достигается беспокойства. Вот такой, знаете, стремительность, беспокойство. Поэтому нужно играть обязательно дэтоше. Не надо здесь прыгать. Вот это не надо ничего. Потому что время уйдет, и у вас не будет мелодизированности. Вот этого пассажа. Дэтоше. Дальше. Одна фразочка. Вторая. Дальше. Агогика. Не на первую. Слушать флейту. Обязательно обозначать начало смен гармонии. И показать начало темы. Вот ля диез появляется. Тоже можно показать. Было всегда ля бекар. Очень важен бас. Вот он пошел. Опять трудное место. Второй скрипач на стороже. Вот это трудное место. Как учить? Смотрите. Я обращаю внимание на верхнюю ноту в двойных нотах. Во всех двойных нотах. На инструменте я имею в виду. Я не имею в виду сейчас рояль или практику голосоведения. На инструменте все интервалы нужно строить по верхней ноте. За исключением октав. Октавы по нижней. Вот я по верхней. А вот теперь нижняя будет. Опять верхняя. И теперь по нижней. Октавы по нижней. Дорогие друзья, хотел бы сказать несколько слов в заключении нашей встречи. Дело в том, что вот этот цикл, который проводит Санкт-Петербургский дом музыки, вот эти уроки онлайн, они продиктованы желанием показать наши возможности, разные взгляды разных профессоров, причем все профессора выдающиеся, на проблемы интерпретации, технические проблемы исполнения музыки. Я должен сказать, что приглашали мы в этот проект не только уже маститых профессоров, таких как Гантворк, таких как Диев, таких как Лаул, но и молодых, таких как Лупачев, Денис, вот недавно Лютиков Никита, он даже не профессор еще, но он так глубоко и искренне интересуется музыкой и кларнитовой в том числе, что нельзя было не пригласить его сюда. Поэтому я хочу сказать, что, конечно, у вас могут возникнуть возражения против каких-то положений, у вас могут даже возникнуть неприятия каких-то рецептов, но чем вы больше знаете, тем вы больше размышляете и обязательно в результате ваших размышлений будет результат то, чего и хочет добиться Санкт-Петербургский Дом музыки, который желает нашей стране и нашей культуре обязательно быть наиболее разнообразной, наиболее впитывающей самые прогрессивные идеи, которые существуют на сегодняшний момент. Поэтому я призываю вас и в дальнейшем не пропускать эти интереснейшие лекции наших замечательных музыкантов, которые с открытой душой и со своими многообразными знаниями обращаются к вам. Спасибо вам большое!